Субтитры делал DimaTorzok 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 ДimaTorzok ДimaTorzok И как же вы будете говорить о том, что она вильна? Украина вильна. Украина орхуенчик. Украина топч. Как тебе долбお Rub морю? Если... Но хорошо, слушай мне внимательно может и поумнеешь Я тебе объясню... Ты мне сейчас долборибизма по шерифу будет? Нет-нет я тебя és Это было сто лет назад Но ты заткнешься или нет? послушай, послушай хоть минуту Я тебе объясню, я тебе объясню, аутентично, ну ты помолчи немножко, лошок позорный, я тебе объясню, ну слушай, я тебе объясню, я тебе объясняю, я тебе объясняю, ладно, я тебе, кого? Зигу себе куда-нибудь наклеил. Я не поклонник Путина, запомни, ты, если ты путинофоб, мне Путин как-то все равно. Слушай сюда внимательно, что такое ватник, ты, у тебя заело пластинку, ватник это сторонник, ну слушай внимательно, ватник это сторонник совковых ценностей, ну слушай, вот это единственное правильное, что ты сказал, это другое значение. Так вот, правильно, вот наконец-то ты хоть одно умное слово сказал, ватник это сторонник совка по известному про СССР в форме одежды ватник. Вот единственное правильное, что ты за всю свою вербальную крадиарею сказал, а я противник СССР, запомни, а не сторонник. Я лично противник СССР, потому что именно по вине, потому что именно по вине, именно по вине СССР окончательно Харьков оказался в СССР, поэтому я противник СССР, запомни. Хотя этнический состав Харькова на 18-й год, по соотношению Великоросса, ну потом погуглишь, ладно тебе. Погугли, тут много, я тебе могу сказать сколько русских, сколько украинцев, разнообразный. И что из этого следует? В чем тут Торонто? Ни хуя из этого не следует. В чем тут Торонто? Северная Америка вообще, США и Канада не имеют гособразующего этнос, это совершенно другие понятия этнические. А в Европе иные? В современном, в 21 веке, значит, ни хуя. Ладно, ты мне расскажи, я понимаю, у тебя какие-то есть основания, будь русофобом или противником действующей власти. Я не понимаю, что такое русофобом, ты долбаю, хватит. Возможно, у тебя квартира. Я не понимаю, что такое русофобом, ты долбаю. Ну хорошо, у тебя... Я ликбес не провожу. Хорошо, я по-другому сформулирую. Я... Ну ты закончишь свою вербальную крадиарею, будешь нормально разговаривать? Что такое русофобом? Расскажи мне, это как? Ликбес я свое проводить не буду, ладно, я тебе поправлю. Я тебя назову... Допустим, ты путинофоб. Если ты путинофоб, я допускаю, что у тебя есть к этому основания. Но какие у тебя основания любить Украину, быть украфилом? Какие у тебя основания? За что ты их любишь? За Вильном, по-первых, за Вильном Украине. Украина это... Ну Вильное, ты же сказал, это же смешно. Украина это гнойное... Какой у них рок-н-ролл, кроме Океана Эльзы? Нет ничего. Какой у них рок-н-ролл, кроме Океана Эльзы? Есть в Харькове хорошие группы, есть в Харькове хорошие группы, но они поют на русском языке. Встречная тяга, встречная тяга, например. Сегодня во Львове концерт был на Даной Собаке. Ну, я понял, так Украина, запомню, Украина это гнойная отрыжка коммунистического режима. Ты долбил, бать. Понял? Да, да, не хуяец. Украина топчет. Ну ты уже это сказал, ладно. Украина, я не могу, что у меня в Харькове очень живут. Ну я тебе сказал, Вильна, В... А ты позорник. Да, да. Вот ты как раз в Генгрене свободно общен. Я прожил в Украине 40 лет, чтобы представлять, насколько отвратительна эта страна. А ты, если был там два дня, тебе может что-то и понравилось. Действительно там есть, может кое-что понравится. Кухня вкусная, рестораны по соотношению цены и качества лучше, чем у вас. И Карпаты, и Закарпать, и Бургар, ну, полчаса города. Но Харьков понравился? Я руками в Харькове я выпил всего полдня. Ну, за полдня можно что-то посмотреть. Но на футболе я был, да. В двенадцатом году? На евро, что ли? Нет, на футболе. Нет, я был на евро в двенадцатом году на футболе. Я думал, на евро-то приезжал. Ну и наху я тебя запустили? Мне кажется, тебе не плана вообще не надо никуда пускать. Лошок, у меня канадский... Ты из комнаты выпускаешь. Лошок, у меня канадский паспорт, в отличие от тебя. Это тебя никуда сейчас не пускают. Знаешь, это тебя, долбоеба, надо из комнаты не выпускать, чтобы ты наш мир не выпускаешь. Ну, ты уже... У тебя пластинка заедает. Ты не гасклероз или пластинка заедает. Прекрасная мера. Да. Да. Ты призирай всю свободу. Ладно. Ты призирай всю Украину визу. Я как раз живу в свободной цивилизованной стране, в отличие от тебя. И тем более, в отличие от тех, кто живет в Украине. А Украина скатывается вообще до уровня Северной Кореи. Давайте на ваше. У вас есть интересные вопросы? Да. Задавайте. Ну, 24 февраля вот эта острая фаза началась. Вы специалист в истории войны. Какого... Давайте о великих войнах. Это все мелочи, эти войны. Да когда началась первая мировая война? Какого числа? Ну, я не знаю. А год хотя бы, знаете? Ну, там что-то... Ой, 1910-й, 1910-й. Да, что-то вы не очень в истории. 14-й год, 1-го августа. Такие вещи нужно знать. Ну, ладно, давайте про тех войны, которые вы знаете. Что вас интересует по российско-украинской войне еще? Нет. А в 14-м году не было войны в России, в Украине? Не было. Была война Украины с Донбассом. Ну, которая в Украине называлась АТО. Ну, гражданская, да? Ну, как вам сказать? Гражданская война имеет... Если вы поймете эти термины, имеет субъектную и диспозиционную составляющую. По субъектной составляющей, да, это была гражданская война, ибо по субъектной составляющей гражданская война считается таковой, если по обе стороны либо граждане одного государства, в большинстве, то есть 50 плюс процентов, или граждане одного этноса, как в знаменитой войне сто лет назад между красными и белыми. Они не были гражданами одного государства, но были русскими в большинстве, с обоих сторон, со стороны красных и тем более со стороны белых. Вот. Это по субъектной части это гражданская война, а по диспозиционной части нет. В диспозиционной части цель гражданской войны у каждой стороны захватить влияние и контроль над территориями, над спорными территориями, над которыми идет война. Вот у красных и у белых тоже подходят по гражданской войне, потому что как красные, так и белые пытались захватить контроль над этими территориями, на которых происходили военные действия. В войне Украины с Донбассом только Киев, как митрополия, пытался захватить контроль над Донбассом, а Донбасс не пытался захватить контроль над Киевом. С точки зрения Донбасса это была война за независимость или автономию. То есть с диспозиционной точки зрения это не является гражданской войной, однако, повторяю, с субъектной точки зрения это является. Вот такой вам ответ, если вы поняли, что я сказал. Извините меня, пожалуйста, вы случайно не учитель истории? Нет, но я в ВУЗе преподавал иной предмет, чем историю. Просто я вот в истории немножко... Я просто имею опыт ведения лекций в ВУЗе, поэтому я доходчиво объясняю. История это не моя специальность, но поскольку я уже поднабрался именно в общении четверлетки в истории, я это объясняю, а мой опыт доходчивости от другого, от предмета, я использую здесь. Нет, ну вы все правильно сказали. Вот, если вам... Задавайте. Хотелось бы услышать. А по Крыму что вы считаете? Что именно по Крыму? Ну, можно сначала свою позицию... По Крыму? Ну, называйте свою... Давайте свою позицию. Вот понимаете... Ну, как я считаю. Если бы русские туда не пришли, пришли бы американцы. Ну, есть такая версия. Так вот, я эту версию опровергаю следующим. Россия допустила ошибку в приседении Крыма, тем самым допустив эксцесс косовского процедента. Чтобы не пришли американцы, по вашей версии, достаточен был вполне абхазский вариант. Отжать у Украины, признать независимость Крыма и сделать государством сателлитов. Сателлитом, как Белоруссию или как Абхазию. И тогда бы американцы не пришли. Тогда это было бы государством сателлит. Тогда бы было... Вы меня не помнили. Да. Если бы сделали как Абхазию, или как Белоруссию, то что? То было бы возможно все равно американцам зайти. Не было бы возможности. Не было бы возможности. А если есть какая-то минимальная возможность, у них и сейчас есть возможность, потому что они же не считают Крыму российским. Это по российскому законодательству Крым российский. А для американцев это все равно, что он не зависит, что он и российский, что какой. Извините меня. Английский какой-то там корабль хотел зайти, там проплыл сколько-то миль. Так. По российской территории, да. То же самое было бы, то же самое было бы, если Крым был как Абхазия. Тоже бы его прогнали. Абсолютно одинаково было бы. Если бы был Крым независимый, но с сателлитом России, то де-факто, как Абхазия, было бы то же самое. Я хотел спросить не об этом. Я хотел спросить, то, что молодцы россияне, то, что вовремя взяли Крым. Или как вы считаете? То, что отжали Украину молодцы. То, что приняли в свой состав, нет. Это несправедливо по отношению к другим русским, которые в Украине. Потому что Крым, это неисконно русская территория. Он был отжат у Османской империи в 1783 году. А Харьков... Воевали за него. Воевали. А Харьков и Нонбасс исконно русской территории, которые были основаны русским царством и Российской империей. И их большевики предали, отдали Украине в 1918 году. И они больше заслуживают возвращения в Россию, как исконно русские территории, чем Крым. Да, да, да. Больше заслуживают. Это Лимонов еще... Эдуард Лимонов еще писал. Вот зайдете на мой канал, у меня в конце почти каждого ролика есть завещание Лимонова. Он завещал, освобождение русских земель начинает из Харькова. Но, к сожалению, Россия начала с Крыма. Ну, потому что... Стратегический Севастополь. Могли бы один Севастополь освободить. Как базу Черноморского флота. Вот это разные регионы. Крым и Севастополь. Как в Украине, так и в России. Они разные регионы. Понимаете, мне украинцы задают много вопросов, типа, вот референдум, фринендум этот. Я говорю, вы в натуре верите в эту сказку, референдумы. вот во все это. Я вот лично не верю. Ну, референдум-то был по факту, просто его нужно было больше раскрутить, больше раскрутить, больше, чтобы наблюдатели было. Референдум это как красивая обертка. Он может быть, может не быть. вот я не верю в этот референдум. Просто Россия взяла и захватила Крым. Да, это по факту так. Ну, я вам объяснил свою позицию. По факту так, с референдумом или без. Любой, любой переход территории из одного государства с точки зрения государства, которое теряет территорию, называется захват или аннексия. С точки зрения государства, которое присоединяет, называется СССР. Это как шпионы и разведчики. То же самое, только с противоположной коннотацией, негативной и позитивной, так и здесь. Ну, то и украинцам не надо было надеяться, что... Да, Украина, это вообще гнойная отрыжка коммунистического режима. Чтобы стать нормальным государством, нужно было себя вести very, very correct. Однако, они себя ведут, как слон в посудной лавке. Сама Украина, метрополия, то бишь Киев. Что с языком, что с героями, что с иными позициями. Не, я так считаю, если бы они выбрали героев, допустим, советского периода, по-моему, у них бы сейчас, вот даже, если бы Россия напала на них, у них бы, по-моему, подъем был бы намного больше, чем вот... Бандеры... Да, не думай, что... Они... Бандеры, они, знаю, почему так в России нервно воспринимают, что они Бандеры выбрали. Бандеры это лузер. Они могли выбрать талантливого негодяя, например, Петлюру, или талантливого негодяя Махно, которые действительно имели успехи там в военном деле. А Бандера, он что, он не одержал ни одной победы, ни военной, ни политической. Только плакался по поводу Украины. Вот за это они его и возносили. Ну, это наоборот, как бы их упущение. Нужно было их в этом поддерживать, потому что это ошибка их, вот такого лузера за героя взять. где-то так. Да, я полностью с вами с тобой. Хорошо. Запомнили название канала? Набирайте сейчас. Да, набирайте сейчас, когда расстанемся в поиске Ютуба и подписывайтесь. Спасибо за беседу. Всех вам благ. И стелись на этом перекрестке. Вы жили в Украине, да? Должны знать. Она создана, как античеловеческое государство Большевикаме еще. В 18-м году. Когда два рософоба Ленин и Троцкий отдали русские земли в УНР. Ну, что это? А за себя он был совсем не разговорник. Их, в общем-то, всех и назвали русские, потому что это глагол. Русские, это какой, чей отвечает? В соседней стране 70 миллионов. Они нас ненавидят за это, за то, что мы живем хорошо. Ненавидят. И будут ненавидеть всегда. Просто потому, что мы есть и живем хорошо. Воронеж передали в 1922 году в Воронежской области. А в 22-м году Липска область где была? В Австрове Андреи. Опа! Так это не было еще? Ну, еще. Уровень интеллекта у Миколы Рушницы, на самом деле это Геннадий Хазан, по-моему, не так его фамилия. Это уровень интеллекта креветки из Азовского моря. Хороший. Без лишнего шума узнаю, кто сейчас здесь стрелец. Зарабян. Первый сектор Армении. Первый секретарь обкомов Камчатского, Белгородского и Волынского. Воробьев из Краснодара приедет завтра. Ага. Вот с ним и Зарабяном завтра и... Совместный стоим. Это очень опасно. Хохлов и Леню пока тоже держи на прицеле. Они могут переметнуться и нас подставить. Аркашовский был. Мы сделали украинский и мы могли бы начать. пытаясь. Да, да. Украинский был. Ну, все же. Ну, по крайнейшему. Не надо испытывать наше терпение. На любой выход. У нас есть таксойный ответ вплоть до самых крайних мер. И я хочу напомнить горячим головам по горанжевым изнаметам. От Хайкова до Гиева 480 километров, а до границы с Россией 40. Давай, страна огромная! Давай, нагмерный бой! Ты машинской силой не умною! Трансовой зумой! Трансовой зумой! Спасибо за субтитры! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!